Причина одиночества. В этом видео я хочу сделать для вас расклад на вот такую вот тему. Если вы открыли это видео, значит явно вам интересно, по какой причине вы находитесь одни. Я вас приветствую на своем канале «Взгляд свыше». Меня зовут Алина, я являюсь тарологом и автором курса «Мастер Таро». Пожалуйста, подумайте сейчас о себе, о том, что в вашей жизни сейчас происходит, о своих взаимоотношениях с мужчинами или с женщинами. Если у вас сейчас нет отношений, а вы очень их хотите, но по какой-то причине они не случаются, значит здесь есть какая-то своя причина. И я предлагаю вам эту причину посмотреть. Ту спинтакли у нас выпадает здесь, который говорит о том, что шанс-то есть у каждого, абсолютно у каждого есть шанс построить гармоничные, здоровые, полноценные отношения. Но почему-то этим шансом не пользуетесь, да? Давайте посмотрим быстренько причину, по которой у вас не получается построить отношения сейчас на данном этапе вашей жизни. Итак, в чем же ваша причина? Вариант номер один. В чем ваша причина того, что у вас не получается построить отношения? Одиночество. Вариант номер два. И причина вашего одиночества? Вариант номер три. Посмотрите, пожалуйста, на все три предложенных варианта. Почувствуйте, какой из них именно ваш. И давайте будем смотреть. Первый вариант. Причина вашего одиночества. Так вам и выпала очень даже одиночная карта. Это карта Отшельник. Старший девятый аркан. Про что у нас карта Отшельник в глубоком смысле своего значения? Аркан Отшельник отвечает на главный вопрос. Кто я есть? Для чего я пришел в этот мир? Что я из себя представляю? Это такая карта саморефлексии. То есть, возможно, вы сейчас, в данный момент своей жизни, пытаетесь понять про себя самого, про себя саму, а какие отношения вам нужны? А что бы вы хотели видеть в этих отношениях? Какие качества должны присутствовать в человеке, которого вы бы хотели видеть в своей жизни? Но вот эта саморефлексия и самоанализ, он у вас немножечко затянулся. Потому что Отшельник, он все-таки абстрагируется от общества. Он все-таки в себе, в своей скорлупе. Эта карта очень опасна в том смысле, что человек может очень надолго закрываться от социума и от других людей. Возможно, в вашей жизни были какие-то обстоятельства, которые заставили вас сейчас вот закрыться, и у вас есть желание побыть наедине с самим собой. Но если мы говорим про причину вашего одиночества, то как раз-таки причина в том, что вы закрылись, вы находитесь сама с собой. Если вы сама с собой дома, работа, даже с подружками никуда не ходите, то есть у вас такой, грубо говоря, день сурка и саморефлексии постоянный, то откуда у вас в жизни может появиться мужчина? Ну, он не появится у вас, если вы будете всегда сидеть дома, то есть с потолка он на вас не упадет. И здесь обязательно вам нужно выходить в люди, ходить там в рестораны, ходить куда-то в парк гулять, ходить в кино. Ну, то есть выходить в свет, и там как раз-таки и будет у вас шанс встретить кого-то. То есть здесь главный смысл вам от Аркана Отшельника не закрывайтесь в себе, посаморефлексировали, поняли для себя, что вы, кто вы, чего вы хотите, как вы хотите. То есть это очень важно на самом деле, вы огромные молодцы, что вы задаетесь этими вопросами. Но не затягивайте вот это вот одиночество в своей жизни. Пора открываться миру. Давайте посмотрим, если вы откроетесь миру, если вы будете ходить там в социум, если вы будете встречаться с людьми, если вы будете ходить на свидания, на которые вас приглашают, то будет у вас тогда шанс построить отношения. Давайте посмотрим вероятность того, что вы построите отношения, и вы не будете в одиночестве. Аркан Сила, опять старший Аркан. Посмотрите, как на самом деле эта ситуация очень важна для вас. Потому что старшие Арканы, они говорят про какие-то очень глобальные смыслы и события в нашей жизни. И Аркан Сила говорит о том, что вы справитесь вот с этой своей проблемой. Вы однозначно получите отношения. То есть для вас проблема одиночества будет решена. Вот такие вот два старших Аркана для вас первый вариант. Второй вариант. Давайте посмотрим причину вашего одиночества. Паш и Жезлов. Паш Жезлов — это фигурная карта. Фигурные карты для многих людей очень сложно читаются. Но на самом деле они очень легкие. И если вы хотите так же легко их понимать, читать и интерпретировать в своем раскладе, то обязательно приходите ко мне на курс Мастер Таро, в котором я очень подробно рассказываю про каждый Аркан в прямом, в перевернутом значении. Я рассказываю про символику Арканов, про их цепочку и взаимосвязь. И привожу огромное количество примеров из фильмов, книг, сериалов, которые помогают вам понять главный смысл каждого Аркана. И уже накладывать этот смысл на любой вопрос, на который вы делаете расклад. Поэтому милости прошу ко мне на курс. Итак, Паш Жезлов. Это у нас такой вот инфантильный ребенок, который за что бы то ни брался, ничего не доводит до конца. Это может говорить о том, что вы можете начинать отношения в своей жизни, но они у вас как-то очень быстро начинаются и так же быстро и заканчиваются. Возможно, у вас перегорает интерес к партнеру, как только у вас начинают там заворачиваться отношения, и вам он становится по какой-то причине неинтересен. Возможно, вы выбираете себе инфантильных партнеров, которые заочно не могут вам дать серьезных отношений. И вы не получаете от них именно того, чего бы вы хотели видеть. То есть вы, допустим, хотите видеть с собой достойного, серьезного мужчину, который будет о вас там заботиться, вас любить, который будет делать вас счастливой. А Паш Жезлов он не готов это дать. Не потому что он там плохой какой-то, а он еще просто незрелый. Потому что Паши, как правило, показывают незрелые личности, личности и незрелые ситуации. И поэтому вам как бы посыл от этой карты, пожалуйста, когда вы встречаете в своей жизни потенциального партнера для построения отношений, оцените, а насколько он взрослый человек. Насколько степень развития его души достигает вашего уровня. И если вы видите какие-то инфантильные нотки в этом человеке, то сразу же вы должны для себя понимать, что это не то. И вам здесь совет выбирать более зрелых людей, не обращать внимания на инфантильных мальчиков, которые, возможно, там очень красивенькие, смазливенькие, которые могут вам дать очень яркие эмоции там в постели, потому что Паши Жезлов, они, конечно, это дают. Но кроме этого, они ничего больше дать не могут, потому что степень развития у них очень мала. Им до короля еще расти и расти. Вам бы явно короля хотелось, да? Не правда ли? Вот. А вам пажики попадаются. Вот. И здесь нужно тоже посмотреть немножечко вглубь себя, почему вы в своей жизни встречаете именно таких инфантильных людей. Что внутри себя вы могли бы проработать для того, чтобы вам жизнь, Вселенная, подкидывала уже эмоционально зрелых людей, готовых к ответственности и к серьезным отношениям. Итак, третий вариант. Давайте посмотрим, почему вы постоянно находитесь в одиночестве. Сейчас, в данный период своей жизни, и у вас король выпадает, и у вас выпадает король. Знаете, опять фигурная карта, но здесь уже король, да, не паж, как во втором варианте. Я бы так сказала, что или вы находитесь в отношениях с женатым мужчиной, с несвободным мужчиной, вы знаете об этом, и как бы вы все равно чувствуете себя одинокой в этих отношениях, потому что, увы, жена, и, возможно, там было обсуждено все уже на берегу, что, дорогая, я тебе могу дать вот это и вот это, но у меня есть жена. Все. Или же вы ищете себе богатого, вы ищете себе ресурсного богатого мужчину, который будет вас материально обеспечивать. То есть вы подходите к поиску мужчины именно с материальной точки зрения. А вот вселенная вам говорит, что не там ищете. То есть здесь я бы сказала убрать фокус поиска мужчины, то есть немножко его сдвинуть с материальной точки, меркантильной, более в душевную. То есть постарайтесь найти для себя человека, который в первую очередь будет вас любить, который не будет вам деньги давать и как бы откупаться от вас, а который будет вам давать вот эту вот любовь. И, конечно, я ни в коем случае не говорю, что перестаньте искать там богатых. Нет. Как только вы переключите фокус, внимание, то вселенная вам даст то, чего вы хотите. И поверьте, у вас есть шанс найти не только богатого, но и того, кто будет любить вас. А уже богатство здесь будет как там бонус. Да, то есть и также это еще у нас фигура отца, король Пентаклей, и он может говорить о том, что, возможно, вы пытаетесь найти мужчину похожего по качествам на вашего отца. И здесь тоже нужно, наверное, проработать этот момент, потому что многие девочки пытаются в своей жизни видеть рядом с собой мужчину очень похожего на своего папу. а вселенная не дает, потому что, возможно, вам другой нужен. То есть здесь вот эти вот три момента. Отношения с несвободным человеком могут являться причиной вашего одиночества, что вы можете искать только материальную выгоду в отношениях, а так не получается. И проработайте, пожалуйста, с психологом или самостоятельно проблему вот как раз таки вот этой вот сепарации с отцом или же не пытайтесь в других мужчинах найти те качества, которые вы бы хотели в них видеть, да, те качества, которые, допустим, вам очень нравятся в вашем папе. Вот такой вот мини-расклад у нас сегодня получился. Если у вас проигрались те позиции, которые вы выбрали, то обязательно ставьте лайк, пишите комментарий. Я всегда очень рада вашей обратной связи. Для меня это мотивация, да, записывать видео. И также вы и себе помогаете, да, ставя лайк на мои видео. Вам YouTube также будет выдавать видео с похожим контентом, и вам будет интереснее тогда выбирать для себя те ролики, которые вы смотрите. Я вас благодарю за внимание, благодарю за обратную связь, и с вами прощаюсь на сегодня. До новых раскладов!